всем привет добрый день сегодня у нас 30 декабря мне поступил достаточно развернутый ответ точнее комментарий под прошлом видео не могу не ответить на него и как говорится выпуская такой коротенький ролик я хотел вот это все время такие вот покороче делать и вот как говорится повод нашелся так что пишите развернутые комментарии под видео я буду с удовольствием так отвечать такой в стиле а-ля боровой значит от юрия кузьмичева поступил ко мне такой кого-то комментарий довольно таки развернутый постараюсь ответить на него как можно более развернутым образом значит юрий кузьмичев я так понимаю ему уже достаточно много лет не будем говорить сколько хотя посчитать тут можно сколько ему при ссср я был человеком с большой буквы а сейчас я никто вообще никто ноль ну понятное дело ё-мое при ссср тебе было 20 25 30 а сейчас тебе чуть больше 60 так скажем а то и еще больше конечно же ноль такое ощущение что в совке люди 70 были какие-то с большой буквы хорошо опять-таки каким был человеком что ты был за границу хоть раз где-нибудь скорее всего нет обладал какими-то невероятными состояниями счетами в банк конечно же нет ну да ладно опять ты мог завести свой youtube канал и вещать например свои новости как я например вещаю вот сейчас например юрий кузьмичев ты можешь открыть свой канал и говорить все что хочешь вот опять от слова все что хочешь при таком вот нехорошим поганом путине а при хороших совках о которых ты мечтаешь я думаю тебя бы закрыли как говорится бы через ну в общем ты бы эфир свой не довел бы и тебя бы закрыли человека с большой буквы дима тебе сколько лет 40 значит и ни дня не работал при ссср так какой же ты имеешь право судить о том строе во первых мнение 40 43 год идет я 78 года рождения при совке я не работал мне 13 лет было когда он кончился но тем не менее извините я был на работах у мамы и папы и видел как там люди работают так что кое-какое мнение о том как работали люди в совке я имею а также я проходил практику на парижской коммуне в 94 95 96 году там савок еще вот как бы плавал и я могу рассказать что там и как было как однажды как говорится я принимал участие в хищении госсобственности один из рабочих подошел ко мне сунул сапог мне подмышку что пойдем со мной мы прошли через ползавода выкинули в окно по сапогу постовом и вернулись он сказал короче вы ребята все можете идти гулять вот такой вот это были совкопитековские рабочие они я думаю и совке также проделывали такие же махинации операции работяги херово так я при ссср работал 23 года была возможность я бегом бы побежал назад в ссср работали про ссср 70 по 93 год ну да хрен с ним пусть по 93 хотя в 91 уже все кончилось и никто меня не переубедить что мол при ссср мы жили хуже были конечно перегибы власти но не так как сейчас да интересно а как сейчас и как там было вот опять еще раз шестьдесят восьмом году вышло восемь человек на красную площадь против того что как бы наши танки въехали через сср но они не просто вышли они вышли с рюкзаками с теплыми вещами с теплыми носками с печеньями понимали что вышли они в последний раз в первый и в последний после этого как говорится долго уже никто не видел при твоем вонючем ублюдском гулаге это свободные люди 8 человек на 250 миллионов которые решили высказать свою фэ вашему поганому фашистскому государству которая захватила пол восточной европы ну и как говорится перечислять те те как говорится случай когда уничтожалось как говорится все умное нравственное хорошее население страны когда как говорится в семидесятых восьмидесятых по мере возможности и сил бежали все из этого поганого совка у кого была хоть какая-то маленькая возможность опять-таки если отпускали за границу как правило здесь оставляли заложников потому что знали что нихера не не вернется человек если у него здесь никого не осталось скорее всего этот человек не вернется потому что как увидит какая жизнь там и какая здесь ваши поганой припоганой вонючей советской власти были конечно перегиба ни хера себе перегиба блять нахуй голодомор 42 миллиона погибших великую отечественную дело врачей 37 год коллективизация блять перегиба называется миллионы людей уничтожены были миллионы опять-таки лучших людей не просто людей а именно лучших людей весь генать генетический фон все вот как говорится изюминку начинку всех кто говорит хоть что-то соображает умеет головой работать доставались одни шариковый типа юрия кузьмичева которую умеют только восемь часов работы с 8 до 17 0 с период с часа до двух так сейчас в россии вообще сейчас человек в россии вообще никто 0 а в совке а при ссср я был человеком с большой буквы как это выражалось объясните мне как это он там был с большой буквы какой большой буквы сейчас человек вообще годами не работать и никому нет дела до него ну правильно а так бы при совке был за тунеядство сел бы и опять что значит не работать как правило многие занимаются каким-то частным предпринимательством маленьким бизнесом с вами поделают какие-то домашние вещи заготовки продают торгуют работают как-то ее мое при ссср человек погуляет месяцок к нему уже присматриваются участковую потом в чем дело нет работы завтра ко мне пойду тебя устрою на работу а сейчас на макаронную фабрику он у меня устроит какая тебе разница где я работаю чего до меня доебались вот эти совкопитеки это одна из самых диких вещей вообще заставляли работать какая вам какое вам дело блять где я чего я например там я не знаю сталинскую премию я получил может быть почему я должен работать все у меня уже денег жопой ешь хотя это частность как бы кто там жопу сталинскую премию тот и дальше продолжал писать музыку и там научные труды так да хоть сдохни с голода и нет никому до меня дело но это называется об кому до тебя вообще должно быть дело то ёпта но почему ты должен сдохнуть с голода работы и это кто тебе не дает иди учись на курсы какие-нибудь на сварщика там на еще кого-нибудь пиздеж это все ёпта идите работать если денег нету да хоть сдох так помню как уходил с работы в другое место там обещали квартиру и получил квартиру через 11 месяцев так меня замучил профсоюз пред цехом юра почему уходишь а сейчас решил уйти всем плевать на тебя ну значит такой работник ты ёпта вообще-то если ты хороший работник ни хрена не отпустит вот так просто решил уйти и все ничего подобного опять вранье если ты хороший работник тебя постараются удержать и меня вот например я уходил с некоторых работ спрашивали почему уходишь я говорю ну как бы обещали одно она на деле другое ну начальники кивали головой понятно и как бы ничего они другого не могут предложить он у меня наташка с прошлой работы когда уходил ее там тоже очень долго не хотели отпускать и предлагали там кого-то побольше зарплаты на год не не все раньше надо было больше давать 83 мне было 28 лет я получил трехкомнатную квартиру бесплатно и платил за квартиру всего 15 рублей при зарплате 250 300 рублей ну ты большой молодец я не знаю где ты работал в 28 лет что ты получил трехкомнатную бесплатно но я знаю что огромное количество людей вот например моя мама работала за 60 рублей или 64 рубля я знаю что медицинские работники получали 100 110 рублей учителя 140 а извините сколько в совкопитеке было учителей и врачей посчитайте как говорится я знаю что 70 80 уборщицы нянечки какие-нибудь вот эти все люди работали меньше чем за 100 рублей так что далеко не у всех было 250 300 а сейчас получишь квартиру бесплатно ну смотря где работаешь я моя я не знаю вообще я не хочу получать ничего бесплатно мне не надо ничего от государства бесплатно я хочу зарабатывать а бесплатно как говорится только вот вот вообще в принципе для таких юрий кузьмичев сейчас идет вот эта глобализация все выдадут бесплатно и будете сидеть на на жестком окладе для таких тупорылых бля а сейчас так а сейчас так а сколько сейчас люди платят за квартиру а путевок сколько было от профсоюзов по символической цене например сергиево посада до внукова и обратно служебный автобус с работы естественно бесплатно из москвы в сочи и обратно самолетом проживание в мотеле правда на три дня за все 15 рублей ну видите человека вот как бы совкопитек вот мечта предел мечтания это с внукова до сергиева посада бесплатно и в сочи 15 рублей 3 дня это считается как бы хорошо и вот все предел мечтаний но а венгрию не хотелось ездить там чехословакия посмотреть как в других местах вот как мало нужно совкопитеку для счастья три дня в сочи за 15 рублей все счастье полные полные штаны а я вот например хочу мир посмотреть я не хочу в совкопитеке я так все видел я москвич хер ли мне ездить по сочам там по волгоградам что я там увижу зачем мне это россия я хочу в мир посмотреть но это у меня денег нет причем сейчас принципе это достаточно свободно могу сделать ну а в совкопитеке и даже в польшу в какую-нибудь венгрию нужно было 500 миллионов справок собрать чтобы получить ну и естественно нужно было быть истинно марийцам как говорится в партии состоять приводов не иметь и прочее 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 там как говорится есть специальные статьи о том как что нужно было сделать чтобы попасть хотя бы в венгрию я уж молчу там про кап страны это вообще как на луну слетать так далее говорят были в магазинах очереди за продуктами были соглашусь но в холодильниках у всех что-то всегда было что-то всегда было что-то всегда было да а сейчас что что-то ничего нету в холодильниках ну пиздешь ебну опять ну пиздешь все есть в холодильниках если бы тебе сейчас было бы лет 30 мог бы ты прекрасно поехать как говорится на какую-нибудь великую стройку путина на строительство моста или куда-нибудь газ добывать и нефть получать там 110 120 150 тысяч месяц или поехать повоевать в сирию через три месяца приезжаешь покупаешь иномарку извини меня где такое совкопитеке возможно было иномарку покупать сейчас это возможно ёпта нахуй в чем проблема так так очереди были ну прекрасно сколько в этих очередях люди жили жили просто в очередях на руках ручкой писали номера это его не смущает и говорит нормально сейчас приходишь магазин 2 200 сортов пива 200 сортов сыра 200 сортов ряженки кефира йогуртов каких угодно ё-моё всего до жопы хочешь сказать что это было в совкопитеке было молоко и кефир и то было ли это не всегда ну насчет продуктов то бляха муха ну посмотреть сейчас нынешний путинский магазин это извините меня это версаль на фоне того совкопитековского где как говорится только томатная паста в трехлитровых банках опять и все остальное ничего там не было шаром покати по большому счету были до в городах были а вот на местах в деревнях в малых городах ничего не было шаром покати все ездили в город за шмотками любой фильм советский пересмотрите он опять печки лавочки да он там заработал себя в колхозе будет купить нечего нужно в райцентр минимум ехать за любой шмоткой сейчас любые трусы любые штаны какой-то приходи покупай везде всего до жопы так я покупал на червонец полную сетку еды килограмм сыра не знаю зачем человеку сразу килограмм сыра сейчас по 200 грамм удобной упаковки килограмм масла сейчас тоже опять масло в упаковках в удобно вот опять это тоже вот это упаковки какие были вот это килограмм сыру килограмма зачем тебе килограмм сыру сразу, ёпта. Ну зачем тебе? Вот опять, вот эта вот фасовка была страшное дело. Опять, та же вот эта томатная паста в трёхлитровую банку. Ну нахера мне трёхлитровая банка томатной пасты? Мне нужно максимум 100 грамм, как говорится. Их во, хватит надолго. Это во всём было так. Фасовки мелкой, вот такой средней никогда не было. Всё вот такой килограммами. По 3 килограмма бери. Так, килограмм сыра, килограмм масла, 2 килограмма мяса. Моей семье на неделю хватало. Учёба, что в школе, что в институте бесплатно. Медицина, операции бесплатно. Отвратительное было образование. Опять, оно до сих пор не котируется. Единственное, что в советском образовании было хорошее это опять математика и физика. Да, эти науки были очень хорошо развиты. Всё остальное говно не котируется до сих пор. Единственные специалисты, вот наши, какие востребованы на Западе. Да, математики и физики, да. Даже в Швейцарии, говорят, наши преподают. Математика и физика хорошо были поставлены. Все остальные дисциплины очень слабенькие. Очень слабенькие. Особенно этот научный коммунизм заставляли учить. Я это не застал, но знаю, что, как говорится, кто постарше лет на 5, на 10 рассказывали, что это дерьмо полное. Как говорится, на уши вешали, загружали абсолютно ненужной информации. Насчёт бесплатной медицины, опять-таки, я помню, когда я маленький был, всё равно нужно врачам по шоколадке засунуть, чтобы получше за больными, как говорится, ухаживали. Надо что-нибудь подкинуть. Баночку кофе или плитку шоколада. В идеале там бутылочку шампанского или коньячку. Всегда всё подсовывали. Взятки 100% были в Совке просто за всё. Блат кругом. Проезд автобус 5 копеек, трамвай 3 копейки. Не знаю, по-моему, при мне было всё 5 копеек. И трамвай, и автобус. Метро 5 копеек. Цены на продукты. Мясо руб 90, 2 рубля. Пиздёж полный. Вот пиздёж полный. Руб 90 и 2 рубля, это было не мясо. Это были кости сплошные. Вот сейчас я Амуру покупал вот такое мясо за рубль 90 и 2 рубля. Чуть-чуть там кусочки мяса какие-то. Это не мясо, а говно было полное. Я уж молчу, как говорится, про отечественных кур с синюшными шеями и этими когтями. В отличие от венгерской красивой курочки, которую сейчас везде вы видите, как говорится. Вот сейчас, как говорится, покупаете курсу, да? Можно голени одни купить, можно бёдрышки одни купить. Всё очищено, всё культурно, в вакуумной упаковочке. Такого в Капитеке не было. Ужасные продукты были. И качество ужасное. Опять вспомните, вот это, как говорится, осетрина второй свежести. Осетрины не бывает. То же самое вот и в Капитеке. Практически всё тухло. Даже уже в магазинах тухлятина была. Воняло, блядь, всё. Я молчу про картошку, капусту. Как это всё выглядело. Какой, ну, неприглядный вид. Только на рынке можно было. Красивые продукты. Там, как говорится, вот продавец ухаживает за всем. Как говорится, смотрит, поливает, брызгает. Зелень свежая. Всё тухлое в магазине. Вот овощное. Вообще невозможно ничего было купить. Всё вот это, как из мусорного ведра. Высыпалось, блядь, нахуй. Картошка крошилась, грязная. Всё ужасное, короче. Никакого качества. Колбаса варёная, рубль 72,90. Ну да, их было три вида. Рубль 70, 220, 2,90. Сейчас, извините, зайдёшь в магазин. От 150 рублей. Эту, конечно, колбасу есть нельзя. Она приравнивается к кливерной. Ну и до полторы тысячи. А, извините, за полторы тысячи очень хорошую колбасу. И за тысячу достаточно приличная. Как говорится, платите деньги только. Полукопчёная от трёх рублей. Не знаю, где он там видел. Полукопчёная от трёх рублей. Я москвич. Я не помню вообще никогда полукопчёной в магазинах. Вот не помню. А, не, пизжу. В Елисеевском была. Мы часто в Елисеевске ходили. Там была полукопчёная. Это не магазин был. Это просто. Там вот, как говорится, яблоку было негде упасть. Это битком всё время этот был магазин. Всё время там очереди были. Это единственный магазин, наверное, где была полукопчёная. Наверное, он специально в Елисеевске ездил за колбасой полукопчёной. В остальных, я помню, нашим Выхинском универсаме, я говорю, вот эту тележку вывозили, там только вот эта. 2,20 была колбаса. И то, как пираньи люди налетали, разбирали эти тележки. И это при зарплате 250-300. Да пиздёж, еб, 250-300 далеко не все получали, еб, я вам говорю. Пол страны работало примерно за 100-120 рублей. 100-120 рублей примерно была зарплата. Никаких 200-250. Вот у меня отец на линии работал автобусной, да, получал 300 рублей. А мать 60 рублей получала. 60, еб ты, ну. Пиздобол, еб ты. Ну что ты вот пиздишь-то, старенький дедушка. Пенсия была 120-132 рубля. У пенсионеров даже оставались деньги на следующую пенсию, а сейчас? Ну это вообще полный пиздёж, еб ты. 132 рубля была пенсия у моего деда. Но он был участник Великой Отечественной войны. У нас что, бля, все пенсии были участники Великой Отечественной войны? У бабушки у моей было, насколько я помню, 73 рубля пенсия, а не 132. 132 была у дедушки, у ветерана Великой Отечественной войны. Опять берет все по максимуму. 120-132 рубля. Ну я не знаю, были, да, 120-132. Может еще больше были пенсии, я не знаю. Но были и 73, а в деревнях еще меньше пенсии были. Это абсолютно точно. И на эти пенсии жили миллионы людей. Миллионы советских людей. Так что нахрена врать-то вот это? Практически все взял максимумы. Все взял лучше. Ничего плохого не вспомнил, кроме очередей. Остальной были перегибы. За эти перегибы ты мог бы где-нибудь сказать, вот, например, что так, мол, и так, у вас тут перегиб. Тебе так сказали, как говорится, на 15 лет бы уехал, как предатель Родины, а я сейчас при Путине вот говорю в открытую. Путин говно. И мне ничего за это не будет. Мог бы я сказать в 78-м году или в 83-м, Брежнев говно, Андропов говно. Ну и все, как говорится. Михаил Светлов. Я бы поехал через пять минут лес валить. Я уже раз отписывался, но потом опять подписался. Во вчерашнем стриме ты сказал, если будет выбор между красными и ядросами, я выберу ядросы. Сегодня ты опять тоже говорил. Вчера на этой фразе прекратил смотреть стрим. Сегодня тоже прекратил. Видимо, опять надо отписываться. Ну, емперный театр, как говорится, у нас тут вообще-то свободу слова. Хочешь, отписывайся, хочешь, подписывайся. Никто тебя силком здесь не держит. И кроме первого-второго канала, есть как бы еще многие других каналов. Смотри, какие тебе нравятся. А насчет того, что, конечно, это я переврал. Естественно, за ядросов я в жизни не буду. Если вдруг такое случится, хотя я очень сильно сомневаюсь, что красные схлестнутся с ядросами, Зюганов с Путиным, конечно, этого никогда не будет. Но если гипотетически это теоретически возможно, как говорится, я лучше в лес уйду. Я буду смотреть, как вы там друг дружку убиваете, а потом, как говорится, примкну к каким-нибудь все-таки другим силам. Ни за тех, ни за других, естественно, воевать в жизнь не пойду. Так, и что бы еще хотелось по всему этому поводу сказать? Так, давайте сейчас почитаем, может, что-то написал по-быстренькому. И закончим это все. Так, о, как много написали. Дима, привет, ты опять за свое. Да, решил вот днем выйти, как говорится, заработать центов 40 на рекламе, может быть, еще что-нибудь. Мало ли чего. Вдруг добрый человек какой-нибудь кинет 10 рублей. И, мало ли чего, как говорится, демократия у нас пока что, пока что еще можно говорить. СССР срань, никуда не делся, он просто уменьшился. Абсолютно согласен. Путин, в принципе, это лайтовый совок, но все-таки, как говорится, 68-й год, Новочеркасск. Не, 68-й год, это ЧССР. Вход в ввод наших танцов. А Новочеркасск, это 62-й год. И, извините, пока при Путине Новочеркаска еще не было. Я не исключаю, что он возможен, Новочеркасск при Путине. Абсолютно не исключаю. Но его пока еще не было. А прекрасных Новочеркасск, это так, это, как говорится, аперитив. Это малая доля. Это хрущевская оттепель. 62-й год, расстрел людей в Новочеркасске. Рабочих людей в Новочеркасске. Так, советам русских националистов. Привет, Дима, что-то ты с утречка сегодня. Ну, потому что, опять, задели, как говорится, за живое, за струны по левой тематике. Не могу обойти ее стороной. У моей бабы было 60 рублей зарплата. Так что пусть не пистит. Вот и я про то, что я говорю. У моей мамы тоже было 60 с небольшим. Опять, уборщицы. Ну, опять, миллионы людей работали за 100 и чуть больше рублей. Учителя, врачи получали 100-140 рублей. Ну, шо он пиздит? 200-250. Да, кто-то получал, я не спорю. Может, и 350. А он профессор какой-нибудь 500 рублей получал. Ну, и что дальше, е-мое? Все, что ли, 500 получали? Огромное количество людей. Колхозники, вот опять, какие-то там, сторожа в колхозах. Меньше 100 рублей. Огромное количество людей получало в совке. Миллионы, сотни миллионов людей. Из 250 миллионов, сотни миллионов людей получало меньше 100 рублей. А у него 200-250. Конечно, молодой, здоровый, крепкий. Попал на какой-нибудь там перспективный завод. Что, все на таких работали, что ли? Далеко не все. И опять 250-300 рублей. Ну, посчитайте, сколько, как говорится, заработать нужно на автомобиль. Да и то автомобилем, если это можно назвать, совкопитековское. Опять, сейчас, пожалуйста, езжайте Крымский мост строить. Там сто с лишним тысяч зарабатывали сварщики. Да и сейчас можно заработать. Опять, вот сборщики мебели, установщики вот этих кухон встроенных, дорогих ван с джакузи. Там вообще по полмиллиона некоторые зарабатывают работяги, рабочие люди. Че он свистит-то? Опять, никто не зарабатывает. Есть огромное количество людей, которые сейчас зарабатывают очень прилично руками и ногами. Опять, есть такие специальности. Опять, вот фабрики по производству пластиковых окон. Там тоже неплохо зарабатывают люди. Так, Тим Тим тут возражает. Дима, ты не прав. В СССР я мог умереть за два пузыря, а сейчас подохнуть состояние стоит. Не знаю опять, о чем это. Какие два пузыря сейчас стоят. Не понял, о чем это. Дима, ты прав. Я мог умереть за два пузыря. Сейчас подохнуть состояние стоит. Да дохнут опять. Вы не забывайте, что в СССР очень много чего не рассказывалось нам. Сколько на самом деле умирало людей от водки. От сивухи, от этой поганой. Огромное количество бухали. Моевая и синяя курица, по большому счету и все. Вот именно, опять я говорю. Ну ассортимент-то, ну не надо врать. Что-то там у него колбаса какая-то, сыр был. Сыр российский. А какой еще был? Вот российский был у него по три рубля. Ему заебись. А есть еще пармезан, тильзитер, моздам, да-да-да. Там мягкие сыры, твердые сыры. Сыры с плесенью сейчас. Каких только сыров нету. Сейчас вот в любом магазине просто приходишь. Даже вот в маленькой палаточке все равно 7-8 видов сыра. 7-8 видов. Я уж молчу про алкоголь. Как говорится, выбирать 8 сортов. Вы помните опять это? На складе, на котором все есть у Карлса. У нас 8 сортов пива. Тот так посмотрел. 8 сортов. Мне там обычная жигулевская. Вот. Ему нравится вот это, что только кроме жигулей и разливного не было ничего. Привет, пролетарии над гнездом кукушки. Кто это? Почему не бритый и не мытый? Мне нравится, как говорится, идите лесом. У нас тут, как говорится, не первый канал, чтобы я тут брился. У меня стилист заболел. Поэтому не бритый. У меня был секс. Так. Блокируем Сергея Коротких. Мы его как-нибудь когда-нибудь вспомним. Сергей Коротких, мы вас не забудем. Не беспокойтесь. Мы это, 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 доброе утро всем. Или антисоветчину бы впаяли. Вот именно, я вам говорю. При Лайтовом, Брежневе и Хрущеве, вот за этот стрим меня бы уже давно, опять, я бы не завершил стрим. Приехали бы. На Бобики бы увезли в неизвестном направлении. А потом, как говорится, пролетарским судом. Встать в суд идет. Да ядросы КПСС и есть. Но все равно, как говорится, на фоне КПСС-то по лайтове все, согласитесь. Ну, гораздо лайтовее. Плохо, медленно движется. Но все равно, какая-никакая свобода есть. Да, она такая вывернутая, хуевая. Но она есть. При Совке много восстаний было. И не только в Новочеркасске. Правда, об этом редко пишут и говорят. Абсолютно согласен с вами. Я как-то у историка спрашивал на канале Собинилс. А какие, кроме вот Новочеркасска, знаете? И он сказал, не, никаких не знаю. А еще было восстание в Грузии, когда с Раллина вынесли. Жуков там тоже, как говорится, применял оружие против грузин. Еще было несколько восстаний. Я вот сейчас не помню, как говорится, где. Вот не хочу соврать. Но были восстания огромное количество. Я уж молчу про Тамбовское восстание, когда людей химоружием травили. Как говорится, такое могут только делать в Азии. В Ираке и в Сирии только еще. Применяли химоружие против собственного народа. Но первыми применили краснозады и упыри против собственного народа. И он говорит, это перегибы. Нихера себе перегибы. За 74 года ухайдокали 100 миллионов работоспособного населения. Как говорится, опять лучшего населения. Лучшего, которое, как говорится, хотели спросить. Хотя бы сказать. А вот мы что-то тут не согласны с вами. Ах, не согласен? Ну, как говорится, на Магадан езжай, если не согласен. Только Шариковых, как говорится, оставили. Дима, хватит делать рекламу, то в своем мире начну штурмовать посольство, переехать в Россию. Воспоминаю, жить в Совке в нашей семье было легче. Дед работал тезнологом на мясокомбинате, а бабушка же в столовой. Остальные жили скромнее. Ну, говорит само за себя. Кто, как говорится, в общепитии работал. Да, очень было неплохо. Опять, я не знаю, что по-вашему неплохо. Билли Бонс, ты жива, ты живешь. Опять, и все равно неплохо. Про пузыри это, про водку. Ну, понял, понял, про пузыри. Дима, если ты будешь еще с днем выходить, то у меня донатов не хватит. Но, Александр, как бы, мы же не претендуем, что вот именно, как говорится, получится хорошо, не получится, значит, как говорится, до вечера. Россия лучше совка. Тогда убивали открытую массу, а сейчас скрытно и единично. Тоже согласен, я говорю, что все-таки при всех вот это, опять, все равно какая ни на есть, а демократия. Потому что сейчас не так просто. Я не могу себе представить, что при Путине вот в Химке вывезут 100-150 человек и расстреляют, и бульдозер их закопает. Ну, как-то трудновато это будет сделать. Достаточно сложновато. Я уж молчу про десятки тысяч, которых, как говорится, под мытищами, там, под Москве, пачками расстреливали в подвалах людей. Пачками просто людей расстреливали. Лучшая Россия совка тогда убила. Так, я в Австрии живу по местным масштабам не так уж козырно, но жаловаться грех. Ну, лучше, чем опять, даже когда вот там в совке при столовой. Опять, не всем же подфартило так при столовой-то работать. Кому-то приходилось, как говорится, и на какой-нибудь там фабрике, я уж молчу про эти металлургические комбинаты, знаете, вот эти, хим, пром, тех. Какое там вредное производство. Я никогда на них не был. Я был в Москве на нескольких, знаете, таких крупных промышленных предприятиях. Бля, это ад вообще. Я не знаю, как там люди работали. Все шумит, все грохочет. Вот я пришел как-то устраиваться на один такой завод. Мне ведут по цехам. В общем, короче, я прошелся по цехам, я сказал, не, не, ребят, я здесь работать не буду, в пизду. Восемь часов вот это грохотание слушать. Я уж молчу, как говорится, там вот где-то в Челябинске, в каком-то там на Урале, вот эти металлургические. Эти едут там, металл плавится, течет вот из этих домен, жарища там какая-нибудь, вот это. За пять копеек люди работают. Посмотрите, сколько за границей на таких производствах там люди по пять тысяч долларов зарабатывают на таких производствах. На алюминиевых там всяких, металлургических, чермет там, медь плавят. Это очень вредно для здоровья. Шум, грохот постоянно. Это как будто на это, на дискотеке, только восемь часов, пятидневку, восемь часов. Гарь, вонь, вот это все. Для здоровья вредно, для слуха вредно. Мне кажется, они там контуженные все выходят, когда с работы ничего не слышат. Грохочет все, вот это, станки, ба-бам, прессы там какие-нибудь, ебашут, блять, нахуй. Как там можно работать, я не знаю. Ну, за пять тысяч долларов меньше там работать невозможно. У деда Мэл в Москве 412, у отца Жигули Троитон. Да нам было немного полегче. В 92-м, в 94-м жопа была. Базара нет. Если у вас две машины на машину, вы не полегче. Вы просто крутышкины были. Какие-то, просто крутышкины. Две машины на одну семью. Вот у меня соседи были там, у них там двое Жигулей. Они тоже были очень богатые люди. Один фотограф, другой не помню кем. Вот фотографы тоже в Совке неплохо зарабатывали. Так, народ, ладно, уже заговорился. Уже 34 минуты, как говорится, в эфире. Всем огромное спасибо. Надеюсь, как говорится, будут комментарии под этим видео про Совок. Если будут, я потом опять-таки озвучу. Но еще раз могу только подтвердить, что, как говорится, при всех минусах Путина, ужасных минусах Путина, как говорится, которого накол давным-давно надо посадить. И жалко, что его только один раз можно накол посадить. Его гораздо больше надо сажать. Но, тем не менее, Совок это гораздо хуже. Просто гораздо хуже. При всех минусах. Все-таки хуево, плохо. Но мы движемся все-таки какую-никакую демократию. И наши дети, по крайней мере, имеют возможность посмотреть иностранные фильмы. И имеют возможность приобретать иностранные шмотки и технику. А чего, как говорится, в Совке не было. Одно говно отечественное. Которое, как говорится, даром не надо. Даром просто. Все люди в Совке, любой советский фильм пересмотрите, как говорится. Если какая-то импортная шмотка, импортная техника, как говорится, очередь за ней. Очередь. И все считают, козыряют. Вот у нас там магнитофон Panasonic. Или там плеер такой-то. Или кофточка от Диора. Духи от Шанель номер 5. Там туда-сюда. В общем, что угодно, лишь бы импортная. Импортная все. Как говорится, свое нахер никому не нужно было. Все эти производства опять. Они сколько в землю топили денег. Сколько, как говорится, опять народных деньжищ было утоплено в разной Африке. И коммунистические режимы других стран. Вместо того, чтобы строить у себя сортиры теплые. Вот опять, в 61-м в космос полетели. А в 91-м, когда разваливался совок через 30 лет, так и не построили детям. Детям в школах теплые сортиры. Так что пошли вы нахер со своим совком в Капитеке. С вашей колбасой, российским сыром и колбасой за 2,20 и 2,90. Если у вас счастье, как говорится, один вид сыра, один вид масла. И один, и два вида колбасы. То пошли вы в жопу. Сейчас при Путине. В любой мелкой лавке есть 10 видов сыра, 20 видов колбасы, 30 видов пива, 15 видов чипсов. Орешки соленые есть. Вот просто пошел, докупил орешков соленых. В совке идите и купите соленые орешки. Заебетесь вы их искать. Какие сортиры коммунизм надо было строить. Вот именно, заебали эти совки. Согласен, дедусик. Все, как говорится, заговорился уже. На тему совка могу говорить бесконечно. В общем, одни сплошные минусы. При Путине плохо, но при совках было еще хуже. Опять-таки, при Путине хотя бы 20 миллионов людей наворовали и живут неплохо. А при совке все, как один, бля, жили в говне. Кроме номенклатуры совковой, которой вообще бездельники ничего не делали. А сейчас украсть тоже надо, как говорится, голову иметь. Так что совок гораздо хуже, чем Путин. При всех, как говорится, минусах Путина, все равно совки еще гораздо хуже. Они вообще отрубали вот это вот. Самое главное вообще, за что я их не люблю, совков, это то, что они вот, ответственность у людей была напрочь убита. Она до сих пор. Вот мы до сих пор не можем вылечиться от ответственности. Потому что была сплошная безответственность. За нас думает партия и правительство. Даже вот опять в речевке была такая. Да здравствует наука, да здравствует пионеры шли, да здравствует прогресс, да здравствует могучая политика ЦК КПСС. То есть опять, за нас вожди думают. Нам думать не надо. Вот за это я больше всего ненавижу совков. За то, что, как говорится, народу не давали возможности своего личного мнения рассуждать и думать о тех или иных вещах. Там за вас партия думает и правительство. Они все знают. А вам думать не надо. Вам нужно пятидневку работать и 24 дня в Сочи отдыхать. Так и быть. 15 рублей за три дня. Какое счастье, ебтым. Совки то хуже, Дим. Мне кажется тебе, что мог опять это сравнением с тем, что хуже. Как раньше сравнивать с тем, посмотреть, как там в Африке. Да, или опять, опять. Совки любили сравнивать с 1913 годом. Помните, да, Пуговкин? По сравнению с 1913 годом. Ну, конечно, с 1913 годом совки гораздо лучше. Ёхта, что там говорить. В 10 тысяч раз у них там газовых плит. В 20 тысяч раз у них больше электрических ламп. Ну, правильно, при царях не было ни одной электрической, ни газовой плиты, ни одной лампочки. И это они считают достижениями огромными. Тракторов в 10 тысяч раз. Комбайнов в 20 тысяч раз. Ну, большие молодцы. Там не было ни с чем сравнивать, опять-таки. Недаром при коммунизме на людей говорили массы, а не люди. Ну, опять, можно посмотреть даже вот ихнюю хронику. Как они там вот опять вызывали людей. Вот эти тупые сборища были после работы. Знаете, там вот в Чили. Когда произошли события в Чили. Людей сгоняют после работы и все стоят. Мы будем бороться с апартеидом. Мы гневно клеймим позором там хунту какую-то. Какое вам дело, блядь, нахуй? Вам домой до своих детей нужно идти учить. Они там клеймят позором кого-то, блядь, нахуй. И видно, что вот лживое все. Никто в это не верит, ебта нахуй. В эту хуетень, блядь. Заставляли, блядь, вот этой хуйней заниматься постоянно. Сейчас попробуйте вот людей заставить, как говорится, после работы пойти на какой-нибудь там митинг против апартеида. Тебе скажут, да иди ты нахуй, ебта, я свое отработал и иду домой. Мне это нахер не надо. А раньше заставляли это все. Ну, правда, сейчас тоже сгоняют на путинские митинги. Так что, как бы опять, Путин такой просто. Путин это лайтовый совок. Хотя он, в принципе, уже давно начал давать заднюю. И все идет к тому, чтобы как было все коммунизм. Я не понимаю, чем они недовольны совкопитеки. Скоро будет у вас два вида колбасы. Один вид сыра, один вид масла. И все отечественное будет. Мираторг это будет все производить. Со знаком качества. И будете жить, как говорится, как в вашем любимом совке. На 24 дня ездить в ваш Крым. И все будет у вас эгиги. Я не понимаю, чем вы недовольны Путином. Все у вас будет точно то же самое. Так, они не до работы не пойдут. Хороши стримы. Скачаю, наверное, себе на канал. Буду совкопитеками делиться. Ну, все, народ. Огромное всем спасибо. До новых встреч. Пока-пока. С наступающим. Всех, кроме совкопитеков. Совкопитеков не люблю. Пока-пока.